В эфире экстренный вызов на телеканале ОТС. В студии работает Андрей Баев. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Это привело к воспламенению. Затем взорвалось несколько газовых баллонов. По прибытии к месту вызова руководителям тушения пожара было принято решение об увеличении ранга пожара. Над городом черный дым. Слышны громкие хлопки, похожие на взрывы. Огненное ЧП на бетонном заводе. 8 лет в бегах или история одного похищения. В давно забытом деле новые обстоятельства. Изъятая продукция направлена на сравнительную экспертизу. Под мировым брендом скрывался ширпотреб. Очередного торговца фальсификатом наказали. Возбуждено больше 40 административных дел. Начинаем с огненного ЧП. Серьезный пожар произошел сегодня на бетонном заводе в Ленинском районе Новосибирска. Тушить возгорание пришлось при помощи двух десятков машин и пожарного катера. Воду брали прямо из оби. Спасатели работали с риском для жизни. Существовала угроза взрыва. Густой, плотный дым в районе Затона было видно едва ли не с любой точки города. Неравнодушные очевидцы звонили в МЧС. Адрес называли приблизительно. Вскоре выяснилось, горит завод железобетонных изделий на улице Болотной. Площадь пожара около 300 квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды на месте работает пожарный катер. Причем появился он здесь первым около 12.30. Экипаж выдвинулся, еще не зная точного адреса возгорания, в сторону черных клубов дыма. Оказавшись на месте, спасатели запросили дополнительные силы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Справиться с открытым огнем удалось только к половине второго. Существовала реальная угроза взрыва. По оперативной информации до прибытия пожарной охраны, здесь произошло несколько хлопков газовых баллонов. Четыре газовых баллона были охлаждены, не дав им разорваться. Конструктивно здание состоит из помещений, выполненных из профильного листа и соединенных между собой деревянными конструкциями. В данном случае эти деревянные конструкции горели. Причины пожара предстоит установить дознавателям после того, как закончат проливку здания. Впрочем, по предварительной информации, ЧП случилось из-за человеческого фактора. При производстве слесарных работ по металлу произошло попадание искры в емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего произошел взрыв. Пострадал оператор, который занимался этими слесарными работами. Травмы у него небольшие, то есть как бы от госпитализации отказался. К вечеру пожар был полностью потушен. Ущерб предстоит подсчитать. Анна Скок, Алексей Баженов, экстренный вызов. И уже под вечер в сети появилось видео с камер, установленных в ангаре. Причина пожара теперь стала ясна. Конечно, дознаватели МЧС еще будут проводить проверки, но на этих кадрах видно, как рабочий завода нарушил правила противопожарной безопасности. Искры разлетаются в разные стороны и происходит взрыв. После вся инконструкция вспыхнула в считанные минуты. Пострадавшего доставили в больницу. А мы продолжаем. Колыванский районный суд Новосибирской области в ближайшее время решит судьбу мужчины, который около 8 лет назад похитил человека, а позже спрятался в другой стране, чтобы избежать наказания. Все произошло в далеком январе 2010-го. Гражданин Республики Узбекистан и четверо его приятелей похитили жену мужчины, которого они подозревали в убийстве их друга и родственника. Заложницу они хотели обменять либо на самого преступника, либо на информацию о его местенахождении. Но женщина смогла сбежать. А в гости в частный дом в Колыване, где держали пленницу, нагрянула полиция. Четверо участников похищения попали под суд и уже давно отбывают наказание. А вот пятый фигурант сбежал. И только спустя 8 лет его задержали. В колонию особого режима, где отбывают наказание самые отпетые преступники, это в Убинском районе Новосибирской области, попытались передать наркотики. Но сотрудники спецучреждения были на чеку. Грамотно сработал оперативный отдел 13-й колонии. Несмотря на хорошую конспирацию и оригинальную маскировку, наркотики нашли. А спрятаны они были в посылке во фруктово-ореховом ассорти. Восемь свертков были закатаны в тесто. Общий вес изъятого из колобков вещества 30 граммов. Проводится служебная проверка. В Новосибирске транспортные полицейские изъяли очередную партию контрафактной продукции. Это при том, что проверили всего одну площадку вещевого рынка. Тюки, баулы, мешки, пакеты, Гуччи, Кельвин, Кляйн, Найк – все смешалось во время рейда. Правоохранители пришли по верному адресу. Эти контейнеры одного из рынков были набиты под завязку вещами якобы именитых брендов. На деле же спортивные костюмы, носки, шорты и футболки никакого отношения к воспроизведенным на них логотипам и громким названиям не имели. По крайней мере, документов, подтверждающих благородное происхождение товара, не нашлось. Фальсификат, незаконно ввезенный на территорию России, изъяли. Всего более 3000 единиц. Изъятая продукция направлена на сравнительную экспертизу. Устанавливается ущерб, причиненный правообладателям незаконными действиями предпринимателей. Возбуждено 44 дела об административных правонарушениях. Нарушил правила дорожного движения и отправил ребенка в реанимацию. Сегодня в советском районном суде вынесли приговор виновнику страшного ДТП, в результате которого школьник из Академгородка получил сразу несколько тяжелейших травм. Прошло уже почти два года, а у ребенка до сих пор проблемы со здоровьем. Это случилось в июне 2016-го около здания НГУ в Академгородке. В тот роковой день 11-летний Данил отправился на прогулку. На этих кадрах видно, как мальчик спокойно едет на самокате по пешеходному переходу. Тут же на перекресток выезжает КамАЗ и таранит подрезавший его микроавтобус Ниссан-караван. От мощного удара грузовик вынесло на тротуар. Ребенок пытался убежать от неуправляемой многотонной махины, но не успел. Врачи диагностировали у него множественные переломы, разрыв печени, ожоги от вылившегося из двигателя большегруза раскаленного машинного масла. По версии следствия, ДТП спровоцировал водитель Ниссана Дмитрий Винц, который впоследствии предстал перед судом. В результате столкновения автомобилей КамАЗ и Ниссан-караван был сбит пешеход. Травмы мальчика были оценены экспертами, как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. В судебном заседании водитель автомобиля Ниссан-караван виновным себя не признавал. Дело Винца рассматривали в советском районном суде дважды. Первый процесс стартовал осенью прошлого года. По его итогам горе-водителю назначили два года ограничения свободы. Но суд апелляционной инстанции это решение отменил, после чего состоялось новое разбирательство. Все это время обвиняемый постоянно шел в отказ, уверяя, что правил не нарушал. Хотя показания свидетелей и результаты экспертиз говорили об обратном. Водитель Ниссана повернул перед несущимся грузовиком, проигнорировав красный сигнал светофора. Контактировать с мамой пострадавшего мальчика фигурант также не пожелал. Человек не принес извинений ни мне, ни моему ребенку. С его стороны не было ни одной попытки пойти на примирение. В суде Винц врет, утверждая, что финансовую помощь он мне предлагал, что его жена неоднократно звонила моему отцу с этим предложением. Это неправда. Если бы такое предложение было, я бы его, естественно, приняла. Помощь мне была необходима. Между тем, финансовая поддержка Галине и ее сыну нужна по-прежнему. Данил хоть и встал на ноги, но процесс лечения фактически еще не закончился. В данный момент мой ребенок, слава богу, чувствует себя хорошо. Но у нас в подвешенном состоянии вопрос о том, какие именно операции ему понадобятся. Дело в том, что, скорее всего, ему понадобится пластика сосудов. То есть это не косметическая операция, это по жизненным показателям. Разумеется, все это потребует новых финансовых затрат, которые, по идее, должен нести виновник аварии. Сегодня Фемида повторно приговорила Винца к ограничению свободы и постановила взыскать с него суммарно в пользу потерпевших 900 тысяч рублей. Помимо этого, мужчина не сможет сесть за руль в ближайшие два года. Однако мама Данила опасается, что осужденный избежит уголовной ответственности. Дело в том, что 29 июня истекает срок давности по совершенному им преступлению. Скорее всего, фигурант вновь обжалует приговор и постарается это сделать в последний момент. Остается надеяться, что суд высшестоящей инстанции успеет рассмотреть апелляционную жалобу до того, как эта процедура потеряет всякий смысл. Леонид Лишенко, Константин Менин, экстренный вызов. Нетрезвого угонщика задержали сотрудники полиции после погони. До этого молодой человек набросился на незнакомку, вытащил ее из салона ее же автомобиля, сел за руль и попытался скрыться. Женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне и нападении. Мерседес обнаружил один из автопатрулей. В результате перехвата иномарку блокировали, а угонщика задержали. За рулем был 22-летний житель Калининского района. Раньше он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. На этом у нас все. Информация о происшествиях и преступлениях. Сообщайте по телефону редакции 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. С вами был Андрей Баев. Оставайтесь на ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...